В республике Вануату в Тихом океане эвакуируют целый остров. На обе извергается вулкан. Нападение во Франции и Канаде. В Марселе преступник с ножом убил двух молодых женщин. В Эдмонтоне мужчина атаковал полицейского, а затем сбил четырех прохожих на автомобиле. Женщины в пакистанской пустыне Тар осваивают новую профессию водитель самосвала. В регионе начали добычу угля и любая рабочая сила очень приветствуется. В Хельсинки несколько сотен счастливчиков смогли попариться в сауне на 100 метровой высоте. Экстремальное развлечение организовала финская компания, строящая новый торгово-развлекательный комплекс. Каталония погрузилась в ликование. В этом автономном сообществе Испании начался подсчёт голосов после проведения референдума независимости. Тысячи человек вышли на улицы Барселоны с криками «Мы проголосовали». Однако испанский премьер-министр Мариано Рахой в воскресенье выступил в Мадриде с противоположным заявлением. «Сейчас я могу в самых решительных выражениях рассказать о том, что знаю и что видел. Никакого референдума о самоопределении Каталонии не было». Мариано Рахой осудил референдум, назвав его незаконным, а также атакой на верховенство закона. Подразделения полиции особого назначения пытались помешать голосованию, нередко применяя чрезмерную силу. Около 800 человек, стоявших в очередях на пункты голосования, пострадали в ходе стычек с правоохранителями. Также использовались дубинки и резиновые пули. На некоторые участки полицейские врывались, чтобы изъять урны для голосования. Президент Каталонии Карлис Пучдимонт обвинил Мариано Рахой в нарушениях прав человека. «Внешний облик Испании становится всё хуже. Сегодня это достигло постыдного уровня, который забыть невозможно». Голоса ещё не подсчитали. Однако местные чиновники говорят, что за независимость проголосовало более 90% участников референдума. Пучдимонт сказал, что готов объявить об отделении Каталонии в одностороннем порядке. Впрочем, законность такого решения остаётся под вопросом. Явка на референдуме составила всего около 42%, то есть меньше половины – населения Каталонии. Массовая эвакуация на острове Аба в Тихом океане. Это один из 80 островов республики Вануату. Людей эвакуируют из-за вулкана. Монара начал проявлять активность и в любой момент может начать извергать лаву. Как сообщает Красный Крест, вулкан уже загрязнил местные источники пресной воды, и людям нечего пить. «На острове Аба большое бедствие. Люди вынуждены эвакуироваться со всего острова. Это затрагивает всех – на западе, на востоке, на юге, на всём острове Аба». На острове проживает 11 тысяч человек. Около тысячи эвакуировали в воскресенье, ещё 900 должны покинуть остров в понедельник. Остальных власти обещают вывезти до 6 октября. Людей эвакуируют на соседние острова. Задействованы самолёты, рейсовые паромы, а также коммерческие суда. На 80 островах Вануату проживает около 260 тысяч человек. Острова расположены в зоне Тихоокеанского вулканического огненного кольца. Вулкан Монара – самый большой в стране. По сути, весь остров Аба – это и есть вулкан. Его площадь лишь немного больше вулканического пика, который поднимается из океана. К слову, среди туристов популярен другой вануатский вулкан – Иесур на острове Танна. Он считается самым доступным для посещения действующим вулканом в мире. В воскресенье две молодые девушки 17 и 20 лет погибли в результате нападения во французском Марселе. Неизвестный атаковал их с ножом. «Сегодня вечером произошла ужасная трагедия. Два человека были убиты неизвестным. Начато расследование. Это может быть теракт, но на этом этапе мы не можем это подтвердить на 100%. Задействована прокуратура». Нападение произошло на главном железнодорожном вокзале города. Мужчина ударил ножом одну девушку и скрылся. Однако вскоре вернулся и напал на ещё одну девушку. После этого бросился в сторону прибывших военных, которые его застрелили. «Мужчина был убит нарядом солдат миссии «Сентинель». Как предполагается, у убитого было несколько паспортов. Это всё, что я могу сказать». Свидетели говорят, что мужчина кричал «Аллаху Акбар». Они также сообщают, что в руках у него был нож мясника. На вид нападавшему было около 30 лет, и он был североафриканской внешности. Между тем, в канадском Эдмонтоне также совершено нападение. В субботу мужчина совершил наезд на полицейского. Это произошло возле перекрытий, установленных близ стадиона, где проходил футбольный матч. Полицейский отлетел почти на пять метров. Нападавший выскочил из машины и ударил стража порядка ножом, после чего сбежал. Спустя несколько часов подозреваемого заметили за рулём грузовика. Он пытался скрыться, сбив при этом четверых прохожих. Злоумышленника задержали после того, как его машина перевернулась. В легковом автомобиле, который был оставлен на месте первого нападения, нашли флаг запрещённой в России и многих других странах террористической группировки ИГИЛ. «На основании свидетельств и действий подозреваемого предполагается, что эти два инцидента связаны. И в 12.38 сегодня стало известно, что эти два нападения расследуются по статье 83 пункт 2 Криминального кодекса «Акты терроризма». Пострадавшие в результате наезда прохожие доставлены в больницы с многочисленными травмами. Полицейский, которого ударили ножом, также выжил. С осени 2014 года террористическая угроза в Канаде остаётся на среднем уровне». Ливийский порт Бенгази официально возобновил работу после трёхлетнего перерыва. На открытие порта прибыл танкер из Табрука с премьер-министром Временного правительства на борту. «Порт закрылся во время столкновений 15 октября 2014 года. С тех пор прошло три года. Теперь он официально открыт, и скоро мы начнём перевозить грузы». В порт Бенгази обычно доставляли газ, нефтепродукты и различные товары. Теперь, как ожидается, затраты города на доставку таких грузов сократятся благодаря открытию порта. «Мы сообщаем миру, что Бенгази – безопасный город. Он открыл свои двери для торговли и торговцев, а также для кораблей и товаров из всех мирных стран. Бенгази преодолел кризис и покончил с войной». Вооружённый конфликт в Ливии между правительственными войсками и исламистами разгорелся в середине мая 2014 года. Широкомасштабная воздушная и наземная операция армии началась в районе города Бенгази. Вскоре закрылись морской порт и аэропорт. В начале июля этого года генерал Халиф Ахавтар объявил о полном освобождении Бенгази, а уже в середине месяца возобновил работу в воздушный порт. Горы газет, картона и других бумажных отходов переполняют пункты сбора макулатуры в Гонконге. Всё это – следствие запрета на импорт 24 видов мусора, которые материковый Китай ввёл в июле. Ввозить отходы теперь нельзя в том числе из Гонконга и Макао, хотя они и входят в состав КНР. Министерство охраны окружающей среды объясняет запрет тем, что стремится защитить экологию страны и здоровье людей. «Я надеюсь, что власти Гонконга обсудят это с Пекином и решат, как лучше поступить. Теперь я боюсь, что хранить бумагу будет просто негде, и всё это невозможно будет переработать». Ежедневно на пункты сбора макулатуры в Гонконге поступает 2500 тонн бумажных отходов. Раньше большую их часть перевозили в китайскую провинцию Гуандун. После введения запрета целая флотилия грузовых судов не смогла доставить макулатуру на материк. При этом цена на бумажные отходы в Гонконге начала падать. Индустрия вторичного сырья ежедневно теряет 350 тысяч долларов США. Пострадали и обычные граждане. Для многих пожилых людей сбор макулатуры – источник дохода. Теперь он сократился вдвое. «Не на многое мне хватит, если нет достаточно денег. Придётся экономить, чтобы заплатить за жильё». Между тем, в материковом Китае растёт стоимость бумаги. Это не очень хорошая новость для производителей, использующих бумажную и картонную упаковку для товаров. «Это отвратительная масса – сгустки жира, масла, влажных салфеток и памперсов. Для канализационной системы Лондона они представляют большую проблему. Называют эти скопления жирбергами». Против этих гигантов началась настоящая война. Потому что они блокируют тоннели и сливные каналы и приводят к ущербу, который потом устраняют неделями. Очередной жировой гигант обнаружился под Чайнатауном в центре Лондона. Он ещё не самый большой. В этом месяце на востоке столицы нашли жирберг весом в 130 тонн. «Жирберги появляются, когда влажные салфетки пропитываются жиром, который плывёт по канализации. Объём растёт, как снежный ком. Жирберг становится всё толще. Тот, который находится за мной, весит 52 тонны. Он огромный и блокирует канализационную систему». На устранение такого уйдёт несколько недель. Придётся перекрывать дороги, использовать тяжёлую технику. Сотрудница коммунального предприятия говорит, что сгустки начали появляться, поскольку у людей изменился образ жизни. «Наша диета очень изменилась. У ней больше жира. Также массовое производство влажных салфеток означает, что их используют не только для детей. Салфетки теперь самого разного назначения, в том числе для чистки кухни». Впрочем, жирберги решили не просто выбрасывать. Из них собираются делать биотопливо. Коммунальное предприятие «Тэмс Уотер» построит на востоке Лондона «Утилизационный завод». На нём уже к 2020 году планируют получать треть необходимой ему электроэнергии. «Мы убираем сгусток, нагреваем его, извлекаем жиры, масла и смазочные вещества, и получаем биотопливо». Это предприятие уже занялось удалением гигантских жирбергов из канализации. При этом эксперты призывают жителей Лондона подумать дважды, прежде чем смывать в канализацию влажные салфетки и выливать туда жир и масло. Пакистанская женщина подбирает подол красочного сари и садится в кабину огромного самосвала. Заводит машину и трогается с места. Такое в этой консервативной стране увидишь нечасто. 25-летняя Гулабан – мать троих детей из местного индуистского сообщества. Недавно решила попробовать себя на новом поприще – стать водителем самосвала на местном угледобывающем предприятии. И она такая не одна. В округе нашлось ещё 29 женщин, готовых научиться водить 60-тонные машины. «Я полностью готова водить самосвал, в том числе готова морально. Я уже умею водить. Водила маленькую машину. Значит, смогу водить и грузовик. Всё то же самое». Курсы вождения для женщин организовала угледобывающая компания «Синг Энгра». Среди курсанток Гулабан – единственная, у кого уже есть навыки вождения. Всё благодаря тому, что в этом её поддерживает муж. «Для неё всё так сложилось, что она может водить машину. Если бы я ей сказал, что для неё это плохо, то она бы не водила». Гулабан вдохновляет других женщин, которые на огромные машины смотрят пока с опаской. Ещё их вдохновляет перспектива получать по 40 тысяч рупий в месяц. Это около 380 долларов США. Такова зарплата водителя самосвала в этой компании. Перспектива неплохая, особенно учитывая то, что женщинам в этом засушливом регионе на границе с Индией работу найти непросто. «Если Гулабан может водить самосвал, так почему мы не можем? Нужно просто научиться водить так же быстро, как она». На предприятии, говорят, такая рабочая сила очень нужна. В Пакистане нехватка электроэнергии и добыча дешёвого угля в пустыне Тар – важный для страны проект. Здесь под песчаными дюнами залегают более полутора миллиардов тонн этого чёрного золота. «В пакистанском регионе Тхар Паркар притворяется в жизнь энергетический проект. И нужно, чтобы женщины тоже участвовали в этих переменах». «День, когда они станут хорошими водителями самосвалов, будет самым счастливым в моей жизни. Я, наверное, буду счастливее, чем они сами». В автопарке компании сейчас 125 грузовиков. Но по мере углубления карьеров их количество планируют увеличить до 400. И в них обязательно найдётся место этим хрупким водительницам. Американка Эрика Хеггер – 29-летняя мать двоих детей. Во время обеих беременностей у неё появлялся гестационный диабет – особая форма заболевания, которая проходит вскоре после родов. Теперь она хочет понять, почему. Она пришла на обследование в Университет Питтсбурга. Здесь началась беспрецедентная по масштабам программа Национального института здравоохранения. Она продлится 10 лет и охватит более миллиона пациентов. Цель проекта – сделать лечение более индивидуальным, учитывая гены, окружающую среду и образ жизни человека. Эрика говорит, что решила присоединиться после того, как её гестационный диабет решили лечить стандартными методами. «Они сказали, что такое происходит часто, и поэтому они мне пропишут стандартные лекарства. А вместо этого им следовало узнать обо мне побольше, изучить мою историю и понять, что могло на меня повлиять». Проект называется «Все мы». Исследователи будут разрабатывать лечение и профилактические меры, которые наилучшим образом подойдут конкретному пациенту. «Мы сможем понять, какое лечение подойдёт пациенту А, но не обязательно пациенту Б. Это поможет разработать точную медицину и индивидуальную терапию». В ходе исследований всех пациентов сначала обследуют. Затем они ответят на стандартные вопросы о своих привычках и образе жизни. Потом у них возьмут анализы крови и при желании ДНК. Некоторые участники тоже по желанию будут носить датчики для сбора информации. Ожидается, что это будет крупнейший в своём роде банк данных. «Учёные смогут открыть новые рынки, такие как генетический анализ и другие. Сочетая все эти сферы, мы сможем понять факторы риска при некоторых болезнях, сможем лучше лечить и предотвращать болезни». Пока проходит пробное тестирование. В нём приняло участие 2500 человек. Если всё пойдёт по плану, то весной 2018 года сдать анализы в рамках программы смогут все желающие. Попариться в сауне и одновременно полюбоваться на Хельсинки с высоты 120 метров. Такое экстремальное развлечение предложила энтузиастам финская строительная компания. Она возводит в столице грандиозный торгово-развлекательный центр Риди. Одна из будущих услуг в нём – финская баня. Она расположится как раз на 120-метровой высоте. «Можно прочувствовать, каково это – попариться в сауне в 120 метрах над землёй, посмотреть на город и море, почти увидев Таллинн. Таких ощущений больше нигде не испытаешь. В сауну, конечно, можно сходить, но такой панорамы не будет». Побывать в сауне, воспарившей над городом, захотели 5000 человек. Однако счастливый приз выпал только 300 участникам лотереи. «Мы предложили людям сыграть в лотерею. Победителям даётся возможность побывать в сауне с панорамным видом. Они могут подняться на 100 метров вверх со своими друзьями и попариться». Однако, как выяснилось, расслабиться в сауне смогли далеко не все. «Те, кто боится высоты, очень хотели назад на землю. Они сидели там совсем тихонько». Впрочем, многие всё равно довольны. «Думаю, такое бывает раз в жизни. Было здорово и очень интересно». Новый торгово-развлекательный центр строят в районе Каласатама. Он станет одним из крупнейших в Финляндии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова